Благодарю вас. А сейчас позвольте предоставить слово Хельсинскому фонду Туркменистана по правам человека. Прошу вас. Спасибо. Я бы хотел добавить несколько слов коллеге. Как известно, в выборах, прошедших в марте 2017 года, присутствовала миссия от ДИПЧ ОБСЕ, и они сделали такое заключение. Президентские выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. Доминирующее положение действующего президента и отсутствие подлинной оппозиции и разумного плюоризма ограничивают выборы избирателей. Отсутствие четких положений по ключевым аспектам избирательного процесса. Я бы сказал, что эта формулировка, я понимаю, миссию ОБСЕ, слишком очень мягкая. Как сказал предыдущий оратор, практически выборы были проведены под диктатурой нынешнего президента. К сожалению, туркменская делегация отсутствует, но очень хорошо, что все о том, что мы здесь говорим, транслируется в интернете. Поэтому хочу задать несколько вопросов. Почему в стране нет организованной оппозиции, независимых политических групп и партий, а профсоюзы провластны и существуют только на бумаге? Ведь выборы в Туркменистане – это строгий политический контроль и несублюдение основных свобод. Почему у избирателей нет возможности подлинного выбора между политическими альтернативами? На выборах в местные органы власти отсутствуют независимые наблюдатели. А закон существенно затрудняет выдвижение кандидатов и проведение предвыборной кампании, поскольку наделяет Министерство юстиции широкими полномочиями во всем, что касается процесса регистрации и контроля за партийными собраниями. Почему закон запрещает создание политической партии на религиозных, региональной или профсоюзной основе? И не объясняет, каким образом партии могут обжаловать, если такое решение принимается правительством. Недавно парламент принял несколько поправок Конституции, которые сняли ограничения возраста, и что дает полное право, как сказал предыдущий оратор, сделать нынешнего президента опять пожизненным, и Туркменистан и дальше будет продолжать жить в недемократическом обществе. Спасибо.